Почему настолько важно женщине одеваться в платье? Накапливать свою женскую энергетику. Пробуем мне подобрать какое платье бы мне подошло. Ног не видно, круг не видно. Платье уходит немножко на второй ряд. Ну я ношу там спортивные костюмы. Но ведь платья тоже могут быть удобны. Она вообще о нем не думает. Сколько платьев должно быть в гардеробе модницы? Сколько бюджет позволят? Ее и мужа приобретать. Друзья, всем привет. Мы в моменте. И сегодня у нас в гостях основательница и создательница бренда женской одежды Анлиан Мари Екатерина Тагель. Екатерина, добрый день. Добрый день, Наталья. Екатерина Тагель, создатель бренда женской одежды Анлиан Мари. Екатерина создает элегантное платье, в которых все продумано до мелочей. Девушка уверена, что в платьях важно все. От эскиза до каждой складки. Сегодня мы с вами говорим о теме женственной, о теме прекрасной. Сегодня мы говорим с вами о платьях и о важности их в жизни женщины. И первый вопрос. Скажите, почему настолько важно женщине одеваться в платье? Есть такой процесс, что женщина, она становится женственной, накапливает свою женскую энергетику именно за счет того, что ходит в платье. И она идет от земли. Нужно вообще высвобождать потоки энергетические. Да, то есть тут даже с точки зрения именно такого энергетического баланса, то есть важно женщине, девушке носить платье. А во вторую очередь, это очень, ну, нас отличает от, это, именно платье нас отличает от мужчин. То есть мужчина платье не оденет, а девушки в настоящее время носят и платье, и брюки, и джинсы, то есть всю ту же самую одежду, что и носят мужчины. Платье, это же не всегда удобно. Многие сейчас, как раз вы сказали, переодеваются и в брюки, и в джинсы. И мы знаем, что сейчас очень моден стиль оверсайз, спортивные какие-то костюмы, которые адаптированы под нашу ежедневную жизнь. Платье уходит немножко на второй ряд. Почему это происходит, и как этого избежать, как все-таки вернуть платье в нашу ежедневную жизнь? Да, это очень хороший вопрос, почему от нас уходит платье на второй план. Вот как вы правильно заметили, скорее всего, первый здесь критерий – это удобство. Не каждой девушке, и я сама с этим сталкивалась уже на практике, когда мне говорят, то есть где-то мы общаемся с девушками в разных областях, и я так или иначе начинаю предлагать свои платья, ну, раз уж я ими занимаюсь, и от некоторых девушек я слышу, что я платье не ношу. Вот, то есть действительно, то есть я говорю, а что ты носишь, какая у тебя одежда? И девчонки мне говорят, ну, я ношу там спортивные костюмы. Возможно, девушке не так комфортно в платье, как в спортивном костюме, в джинсах, то есть наклониться где-то, потянуться, если особенно работа какая-то динамичная, да, связана вот с движением, то, да, скорее всего, в платье не очень удобно. Но ведь платья тоже могут быть удобными. Да, но второй момент, я вот не успела договорить, я думаю, что просто девушке нужно выбрать именно свое платье, вот. И тогда, в принципе, можно свой гардероб разбавить, то есть не только носить брюки, джинсы, но и одевать платье. Как найти свое платье? Какие критерии должны быть? Первая рекомендация – примерять. То есть, да, по-другому никак. То есть онлайн-покупки – это все-таки не всегда удобно, может быть, да? Тут зависит от человека. То есть есть девушки, которые четко знают, что они хотят, как они хотят выглядеть, у них есть там свой стиль, какой-то ДНК, то есть они четко знают, что они хотят. Такие девушки, в принципе, могут достаточно удачно сделать выбор, особенно если какой-то маркетплейс дает возможность сделать заказ нескольких размеров. Ну и с обменом. Да, если мы говорим о девушке, которая в основном носит костюмы, брюки, какую-то спортивную одежду, штаны, одним словом, то такой девушке, наверное, сложнее будет найти свое платье, потому что она вообще о нем не думает, можно сказать. И, скорее всего, возникла ситуация, когда ей это платье нужно надеть. Не она хотела бы, а ей нужно. И тут, конечно, у таких девушек бывают сложности. Я с такими тоже сталкивалась. И тут поможет только примерка. Как я ориентируюсь? У меня тоже есть определенные навыки стилиста, то есть тоже определенные знания есть. И еще я, конечно, смотрю всегда на цветотип, на кожу, то есть на цвет кожи, на глаза, на волосы. То есть вообще смотрю в соцсетях фотографии, что девушка носит. И уже как-то вот у меня складывается какой-то образ, как я ее вижу. И дальше мы уже встречаемся на примерке и, то есть, говорю, что, допустим, вот это платье классно будет смотреться. Вот это можно попробовать. Как вы к такому относитесь? То есть некоторые девушки говорят, что да, я люблю платье-футляр, но мне надо выше колена. То есть тут уже все индивидуально смотрим. Мы сейчас, конечно, да, важен при выборе. У вас есть, вы сказали, некие компетенции стилиста, у вас есть вот человек, который желает купить платье. Давайте сейчас каратенечко попробуем мне подобрать, какое платье бы мне подошло. Так, ну, в принципе, кожа у вас не светлая, поэтому темные какие-то элегантные тона, это, я думаю, что ваша история. Поскольку у вас не очень крупные черты лица, ну, то есть в меру, то вам идет вот как раз-таки этот мелкий горошек. Спасибо. Если бы у вас были мелкие, то есть у вас все, в принципе, гармонично на лице, а девушки, допустим, с крупными чертами лица, большие глаза, то есть им, как правило, мелкий горошек не очень идет. Все-таки вам нужно что-то крупное выбирать. Спасибо, разобрались. Теперь элегантный стиль вам подходит. Спасибо, спасибо. Екатерина, теперь поговорим о вас. Что чаще вы всего носите, как представитель бренда? Да, я чаще всего ношу, я вот даже так перед интервью подумала, сколько же раз в неделю я ношу брюки, надеваю костюм. И вот в последнее время я даже не могла вспомнить, когда я его одевала. То есть у меня они есть, я, конечно же, их ношу и джинсы ношу. И там спортивные штаны тоже есть, присутствуют в моем гардеробе. Но в основном я все-таки надеваю платья. Я их очень люблю. И это, ну, основная моя одежда. Как вы считаете, сколько платьев должно быть в гардеробе модницы? Ну, вот что-то среднее. Или как часто их нужно обновлять, например? Как часто нужно устраивать себе шоппинг, чтобы быть всегда в тренде и чтобы вот что-то было разное? Я не знаю. Сколько бюджет позволят, столько можно им уже приобретать. По поводу обновления. Тут, опять же, надо смотреть, какое платье, то есть какого качества. Вот в моем гардеробе есть такие платья, которые я ношу уже больше 10 лет. Мне не хочется с ними расставаться. То есть это ткань... И не актуальными остаются. Да, оно остается актуальным. И в принципе вот наша ТДНК-бранда тоже... То есть концепция заложена именно такая, что платье, оно должно много-много лет приносить удовольствие, радовать. То есть чтобы не хотелось с ним расставаться. Ну и всегда же можно аксессуарами разбавить любое платье. Да, да. Что вы делаете с одеждой, которую вы не носите? Наверняка у вас ее много. Наверняка все-таки есть модели, которые уходят по виду уже неактуальности, уходят на задний план. Да, есть такие модели. Я думаю, что как у любой девушки, мы когда-то начинаем смотреть свой гардероб, то есть покупаем новинки. У нас уже накопилось столько одежды, что мы не можем найти то, что мы хотим найти. Я могу их кому-то подарить. С вами хорошо дружить. Да. Могу, если, допустим, платье уже потеряло вид, оно пойдет как в домашнее платье. То есть платье продолжаю. Дома вы тоже всегда нарядное получаете. В качестве, да, домашние одежды носить. Часто ли Екатерина произносит фразу «мне нечего надеть»? Наша классическая, традиционная фраза «женщин перед полным гардеробом», как это бывает обычно. Бывает, да? Бывает, да. Не часто, но бывает. Как вы считаете, как женщины минимизировать произношение и использование этой фразы, как все-таки сделать так, чтобы гардероб был гармоничным, чтобы было что к чему подобрать, чтобы всегда было что надеть на любой случай жизни? Я думаю, что нужно, в первую очередь, иметь какую-то базовую капсулу. То есть, во-первых, понять, какой у вас стиль, то есть что конкретно вам подходит, да. Опять же, путем примера, консультации со специалистами, стилистами и так далее. То есть походом по магазинам, подружку с собой взять, да, и как бы с ней посоветоваться, посмотри, что мне подходит. Иногда в магазине лучше там не принимать решение, а сделать фотографию и подумать. Понять, во-первых, что вы хотите носить, в чем вам комфортно, удобно. И, соответственно, собрать какую-то свою базовую капсулу. В чем я поеду к родителям на обед, там, в субботу. В чем я буду гулять с детьми и так далее. То есть вот нужно собрать какую-то базовую капсулу, а дальше уже органично там как-то по цвету дополнять. Допустим, платье в каком-то там комбинации, добавить рубашку. Не знаю, там классическому платью, футляр или сарафану, добавить какой-то пиджак, тейдер и так далее. Вот и так собирать, и чтобы это все по цвету было гармонично, да, можно было компоновать. То есть менять, там, пиджак с брюками одеть, брюки с блузкой, там, платье с этим же пиджаком и так далее. Давайте поговорим про ваш бренд одежды непосредственно, Анли Анмари. Я знаю, что это название, оно тоже не просто набор букв, и это не просто какое-то слово, оно из чего-то родилось, расскажите. Анли Анмари, это содержит в себе три женских имени. Анна, Лиана, Мария. Анли Анмари, это имена моих бабушек, но изначально идея была, название не такая. Мне хотелось соединить имя мамы с бабушкой, Лар Мари. Но, как оказалось, вот, и мне, ну, нравилось, как оно звучит, и какой-то, вот, там, смысл определенный, да, был в этом названии. И когда мы стали регистрировать вот это название бренда, выяснилось, что уже есть бренд женской одежды с таким названием. Кто-то уже назвал так, с учестью бабушку. Да, да, тоже, видимо, в честь, может быть, не знаю, там, дочерей, там, в честь себя и так далее. Вот, и мне пришлось менять название. Та одежда, которую вы шьете, у вас собственное производство. Для кого она? И, ну, опишите портрет целевой аудитории вашего бренда. Ну, наши девушки изначально я ставила градацию, что это, в принципе, не будет какого-то возрастного ограничения, да. То есть она, моя одежда подойдет уверенной в себе девушке, деловой, да, знающей себе цену, которая ценит качество, комфорт и какой-то определенный стиль, да. То есть ей нужно, чтобы вещь не просто была там, что-то было одеть, а чтобы она именно себя чувствовала в ней элегантной, женственной и утонченной. Уже вот сейчас путем анализа, то есть мы просматриваем, то есть кто наши покупатели, кто интересуется нашей группой, от кого идет отклик. И возрастная аудитория у нас получает 25-45. Вот такие девчонки из разных сфер на самом деле. Есть и учителя, и бизнес-леди. Девушки плюс сайз размера, могут ли найти какие-то модели у вас? Вот плюс сайз, это в вашем понимании плюс 46 или 48 все-таки? Отличие в этом, да? Ну, принято считать, что 46 это вот уже, ну вот в мире ритейла уже считается плюс сайз. Крайней границей, да? Да, а все-таки вот если загуглить, там пишут, что плюс 48. У нас размерный ряд до 48, 42-48, потому что тут идет одно лекало, строится, выводится полностью все линии, все оттачивается до мельчайших деталей. И потом просто на основе базы, например, 42 размера. Прибавляется. Да, строится, делается градация. Есть также у нас у одной модели, модель Мила, там 50 еще размер. То есть, ну вот самый максимальный это до 50. Модели вашей одежды называются женскими именами. Мила, Снежанна. Откуда это пошло? Или все-таки это чтобы быть приближеннее к женщинам? Да, да, именно поэтому, чтобы быть ближе, все-таки в женских именах есть какая-то энергетика, да? Какая-то женственность. Платье сшили. Это Снежанна такие, да? Да. Посмотрели? Да, примерили. И вот как-то первое, что в голову приходит, там, допустим, первые три названия, потом определяемся там на одном. Есть ли модели Екатерина? Нет модели Екатерина. Екатерина, вы знаете, что делать после этого выпуска? Да. Очень странно, очень странно. Я думаю, что с Екатериной все и должно было начаться. Да, к сожалению, пока нет модели Екатерина. Печернее платье, это же тоже такая непростая история. Мы покупаем его на какое-то одно мероприятие. Затем платье у нас, возможно, долгое время висит. Да, вот сейчас вы, возможно, нас переубедите. Что делать с этим платьем? Потому что оно может висеть вплоть до следующего мероприятия, когда оно будет уже неактуальным, либо уже захочется чего-то новенького? До следующего нового года. Да, как минимум. Да. Мы не шьем такие платья, которые будут просто висеть в кардеробе. Возможно, такое платье должно быть. И может быть и не одно. Но, опять-таки, да, мы должны себе отдавать отчет, что мы на эти, на свои, честно, заработанные денежные средства, на свою зарплату купили платье, которое будет просто висеть. Да, вот, мы же все-таки производим такие платья, которые не будут висеть. Да, то есть это такое рациональное вложение денежных средств в гардероб. А то же самое вечернее платье Моника, оно, в принципе, имеет такую конструкцию, да, такое лекало, и которое позволяет и вполне себе в офис надеть. Да, и выглядеть шикарно и элегантно. Сексуальное платье, все-таки, каким оно должно быть? Мини, обязательно ли должно обтягивать? Или все-таки сейчас постепенно мы приходим к длине миди, тоже очень красиво, очень элегантно. Что вы думаете на этот счет? Ну, длина миди, да, это моя любимая длина, на самом деле. Она сейчас и уже не первый год в тренде эта длина. Длина, именно не по колено, а до середины щеколотки. Я считаю, что гораздо сексуальнее, да, когда не видно. Вы смотрели фильм про Коко Шинель, то есть там такой легендарный фильм, где она говорит очень классную фразу, и прям вот я даже ее для себя как-то записала, когда смотрела этот фильм. И она там говорит о том, что ног не видно, круг не видно, и гораздо интереснее, когда их приходится угадывать. Ну и напоследок, дайте какой-нибудь совет нашим милым девушкам, как все-таки сохранить свою женственность, как ее нести в этот мир. Носить платье. Вот и все, да, в принципе? Носить платье Анли Анмари как минимум, да? Носить платье Анли Анмари, да. Екатерина, спасибо огромное за интервью. Такое нежное, красивое, мягкое, женственное, как и вы сами, как и ваша одежда.